Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда не достигнете ее. Джон Дэвисон Рокфеллер Южный регион сегодня является одним из самых стабильно развивающихся в Казахстане. Об этом говорят показатели развития. Южно-Казахстанская область – лидер по количеству субъектов малого и среднего бизнеса в стране. Это третий и самый большой отель турецкого бренда в Казахстане. Шемкенцы уже прозвали его «Жемчужиной Южного региона». Роскошный 12-этажный отель «Риксис Хадиша Шемкент» поражает своим архитектурным замыслом и размерами. Для бизнесмена Мамадиара Кадырбекова пятизвездочный отель – это не только городская достопримечательность, но и стратегический объект его компании. 90% всего внешнего и внутреннего остекления отеля выполнила его фирма. Многослойное каленое стекло, произведенное компанией «Дана», украшает новое здание Акимата Юко и Международного аэропорта города Тарас. Мамадиар Кадырбеков, бизнесмен, председатель совета директоров компании «Дана», родился в 1953 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности бухгалтер-экономист. Трудовую деятельность начал с должности заместителя директора торгово-розничного объединения «Спорттовары». 25 лет стал директором Центрального универсального магазина города Шымкент. С 1983 по 1991 годы возглавлял контрольно-ревизионное управление торгово-промышленной палаты. В 1992 году открыл собственную компанию. Предприятие наше, фирма «Дана», это семейное наше предприятие. Это мы с супругой создали в 1992 году, у нас четверо детей. Все мы вместе, шестеро работаем в этом предприятии. Начиная с 1993 года, мы уже думали о расширении нашего производства, о направлении, об определении какого-то конкретного направления по бизнесу. И мы купили вот эту территорию. Здесь, в общем, где-то почти 5,5 гектаров земли. Здесь было где-то более 6 хозяев этих. Мы по частям выкупали и, в общем, выкупили. Это все является нашей частной собственностью. Вот это здание построено в советское время. Здесь высота нас как-то ограничивает. Высота, колонны. В советское время здесь было производство по переработке пиломатериала. Мы в июне месяце 2013 года по фонду ДОМУ защитили наш проект. Получили первый транш после 20 июня 2013 года. Сколько вас? Мы получили вообще два транша. Первый транш 350 миллионов. За эти 350 миллионов 125 миллионов мы направили на ремонт этого здания. Полностью отремонтировали, заменили все полы, стены, обшили, сделали. В общем, в соответствии привели 125 миллионов. И на 225 миллионов закупили оборудование. У нас максимальный формат 2,5 на 5 метров. Это вызвано тем, что регламентирует наше помещение. Но современное строительство так быстро развивается, что даже вот в этом году строящиеся несколько проектов у нас есть, строят торговые центры в Чемкенте, в которых свыше 90% это джамбо-формата. Это самый большой формат в мире, который выпускается в стекло. Джамбо-формата 3 на 6 формат. Завод по производству стекла расположился на 5,5 гектарах земли. Для запуска производства из фонда «Дому» бизнесменам был взят транш в 600 миллионов тенге. Кроме того, 250 миллионов по программе «Ундерест» на пополнение оборотного капитала. Проектная мощность завода – 75 тысяч квадратных метров стекла в год. На нашу продукцию очень высокий спрос, потому что наши стекла, особенно закаленные стекла, отличаются высокой прочностью. И сегодняшний интерьер невозможно представить без каленого стекла, которая является прочнее практически в 10-15 раз обычного стекла и является совершенно безопасным. Витражи, монолитные витрины, тонированная отделка, энергосберегающее стекло – это не весь спектр услуг компании. Мне очень приятно, что наши предприятия, наши работники, а мы создали, вот в этом году, уже сейчас работает более 40 человек, это рабочие места новые. До конца года мы до 120 человек доведем численность, то есть будем работать в 2-3 смены будем работать. Вот, и я очень рад, что мы вносим свою лепту в выполнение тех задач, которые великих задач, больших задач. Мы должны перерабатывать, мы должны производить сами у себя, мы должны экономить, каждый должен экономить государственные деньги, потому что все мы вместе можем действительно сделать тот рывок и войти в 30-ку саморазвитых стран. Это не просто слова, это на самом деле, и это возможно, реально возможно. Вот в нашей отрасли, которой мы занимаемся, мы действительно не уступаем никакой европейской компании. Мы выпускаем продукцию, она соответствует всем мировым стандартам. Половина успеха в бизнесе зависит от сплоченной и верной команды. Для того, чтобы вызвать у людей интерес к себе, нужно самому проявить заинтересованность. Бизнесмен Кадербеков уделяет внимание не только повышению производительности предприятия, но и благоустройству территории. Здесь разбиты тенистые аллеи, сад, многочисленные цветники и виноградник. На сегодняшний день только в городе Чимкенте есть два проекта, где более 90% фасадного остекления джамбо-формата. То есть почти 6-метровой высоты и 2,5-3 метра шириной делают стеклопакеты. То есть рынок сам диктует? Да, рынок диктует, чтобы мы не отставали. Мы планируем в этом году расширить наше производство, построить новый производственный цех. Вот эту территорию мы уже подготовили полностью. Мы здесь планируем построить новый цех, высота которого будет свыше 9,5 метров. То есть это позволит спокойно разместить оборудование, которое будет обрабатывать джамбо-формат. То есть принимать джамбо-формат. У нас там сверху как раз железная дорога наша проходит. То есть все будет в одном помещении. Вагоны в железной дорогах стекло зайдет на склад, краны возьмут, доставят сюда стекло. Это все будет в автоматическом режиме. Оборудование, все с поставщиками мы уже проработали. Маркетинг полностью сделали. Технологическую линию расположения оборудования уже разработали. Европейское оборудование, мировых производителей. Будет установлена печь джамбо-формата, которая будет позволять закалку листового стекла форматом 3х6. И все, даже сам процесс складирования, передвижение этого стекла будет все в автоматическом режиме. То есть стекло 3х6, масса очень большая. Там где-то один лист будет более 500 килограмм весить. И в целях безопасности, вообще присутствия людей минимизируется полностью. Автоматическая система раскраивает по заданным параметрам. На сегодняшний день в Казахстане есть аналоги? Нету. К сожалению, на сегодняшний день в Казахстане нет ни одного предприятия, которое могло бы выпускать вот таких форматов и обеспечить строительные организации, строительные объекты такими форматами. Наше предприятие единственное на три области. На Джамбульскую область, Казалардинскую и Южно-Казахстанскую область. Это бесспорно совсем мало. Даже те все максимально, если мы запустимся на мощность производственную, оно будет составлять всего 10-15% потребности рынка. А завозить вот такие, сейчас в данный момент завозятся такие большие форматы с Российской Федерацией и производителями Российской Федерации. Мы имеем очень тесные связи, дружеские связи со всеми переработчиками, с производителями листового стекла России и мировыми производителями. Они все нас поддерживают и считают, что это правильное направление. Заработайте репутацию, и она будет работать на вас. Джон Дэвисон Рокфиллер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова